Добрый вечер еще раз всем, кто к нам присоединился в эти минуты. В эфире телекомпании «Город» программа подробностей. 15 января Следственный комитет Российской Федерации отмечает пятую годовщину. Для нас эта дата тоже стала особой. С тех пор, как следователи и криминалисты начали свою работу в самостоятельном правоохранительном ведомстве, на наших каналах стало больше интересных сюжетов о работе современных сыщиков и новейшей аппаратуре, которая позволяет раскрывать дела даже 20-летней давности. Сегодня в кресле гостя Виталий Бочкарев, руководитель отдела криминалистики. Первый вопрос. Давайте все-таки сравним, что поменялось именно пять лет назад. В чем принципиальное отличие? В том, что Следственный комитет занимается только расследованием уголовных дел, проведением процессуальных проверок на стадии до возбуждения уголовного дела. И более никакими вопросами Следственный комитет не занимается. То есть это можно назвать неким прорывом в расследовании, серьезным причем? Появились другие должности, это в частности эксперты. Раньше такого не было в составе Следственного комитета. Есть разные специальности экспертов. Это и фоноскописты, и генетики, и эксперты-криминалисты, проводящие различного рода криминалистические экспертизы. Я спрошу самым простым языком. Нас ведь смотрят обычные телезрители. Самая необычная экспертиза, потому что все насмотрелись сериалов, все думают, что как-то, наверное, так и происходит. В жизни все немножко иначе. Наверное, не все знают о таком виде экспертиз, как адрологическая или альфакторная экспертиза. Что такое адрология, я знаю, а вот второе слово даже мне не знакомо. Это новое направление в адрологии. Связано оно с поиском, сохранением запаховых следов именно человека и последующей идентификацией этих следов с той или иной личностью, с тем или иным лицом. Как долго хранится такой запах, чтобы его можно было извлечь и идентифицировать? Все это зависит от многих факторов и условий хранения, и от погодных условий, и от носителя этого запахового следа. Плюс этой экспертизы в том, что даже в отличие от генетики, хоть она является такой достаточно точной экспертизой, но иногда количество генетического материала бывает недостаточно для идентификации личности. А при проведении альфакторной экспертизы в ряде случаев удается идентифицировать лицо даже при незначительном биологическом материале. Плюсом альфакторной экспертизы является также то, что, например, у близнецов одинаковый генетический код, и генетическая экспертиза не сможет идентифицировать одного от другого. А запаховая экспертиза, то есть альфакторная экспертиза, она позволяет это сделать. Работать с такими технологиями, с аппаратурой достаточно сложно. Нужно, наверное, громадное терпение, силы воли, и места преступлений далеки от романтических видов, надо прямо сказать. Да, безусловно, то, что в Следственном комитете появились эксперты. Это позволило в первую очередь вернуться к делам забытым, которые пришлось отложить на полку, ввиду того, что невозможно было расследовать тогда. Вот в последнее время мы записали несколько следователей, которые как раз рассказывают, что сейчас это возможно. Допустим, те преступления, которые были совершены 10-15 лет назад, при наличии той техники и тех возможностей, когда были тогда, не удавалось их раскрыть, и они лежали на полках. Сейчас эти дела изучаются следователями-криминалистами, следователями-экспертами, сотрудниками Следственного комитета. И многие из них удается раскрывать, вот благодаря новым технологиям, новым видам экспертиз, исследуются те вещественные доказательства, которые занимались много лет назад, и при проведении, к примеру, молекулярно-генетических исследований, удается находить следы, и по этим следам устанавливают личности преступников. Как зрителю, мне интересно, как реагируют сами преступники. По прошествии 18, 20, 15 лет, мне кажется, уже притупилось чувство страха, когда могут поймать, и вот сейчас уже есть доказательства. Реагируют по-разному, но чаще всего, будучи, так скажем, может быть, грубо скажу, припертыми, собранными доказательствами, большинство таких злоумышленников, они признаются в содеянном. Вот, скажем, одним из последних таких преступлений прошлых лет, это преступление, убийство, которое было совершено в 1998 году в Рыбновском районе. Тогда девушка сбежала практически на войну. Да, злоумышленница скрылась, и длительное время местонахождение не было известно, благодаря тому, что она пыталась изменить внешность, приобрела поддельные документы на чужое имя. Но в результате проведенных экспертных исследований, в том числе нашими экспертами нашего управления, была проведена портретная экспертиза, которая достоверно дала ответ на вопрос о том, что это лицо является именно той девушкой, которая скрылась после совершения преступления. О каких тенденциях еще можно рассказать? За последние пять лет раскрыто около 180 преступлений прошлых лет. Почти 10% из этих преступлений – это убийства. Порядка еще 10% – это умышленные причинения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. И около 8% – половые преступления, изнасилования, насильственные действия сексуального характера. Тенденция раскрываемости тяжких, особо тяжких преступлений таковы, что за последние 15 лет, на сегодняшний день, у нас самый высокий процент раскрываемости по убийствам. Он превышает 91%. Такой цифры в Рязанской области за последние 15 и даже 16 лет не было. То же самое касается и процента раскрываемости умышленного причинения тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего смерть по неосторожности. И с гордостью могу сказать, что за последние два года у нас нет вообще нераскрытых половых преступлений. То есть изнасилование, насительственные действия сексуального характера, в последние два года раскрываемость держится на 100% уровне. Кроме того, в Следственном управлении и в Следственном комитете в Центральном аппарате ведутся учеты, и дактилоскопические учеты, и учеты генотипоскопические, которые позволяют все эти данные сохранять, анализировать, собирать, и в последующем использовать эту базу данных для установления тех или иных злоумышленников. Появилась новая техника, мы следим за вашими изменениями, но некоторые даже мы не успели осветить. Расскажите о них. Мы на сегодняшний день, в общем-то, обеспечены, можно сказать, всем необходимым для успешной работы по раскрытию преступлений. И я думаю, что с каждым годом все большую роль в раскрытии преступлений будут играть именно криминалисты. То есть большинство преступлений, на мой взгляд, будет раскрываться следственным путем. Очень много молодых специалистов хотят идти именно в следователей, в криминалисты. И мне кажется, это тоже говорит скорее о плюсах, потому что профессия сложная, но желание есть, интерес есть, и техника есть. Профессия сложная, и без желания работать в этой профессии успеха не видать, потому что и ночь полночи, и праздники выходные, следователь должен быть готов к выезду. В помощь молодым следователям приходят наши криминалисты, которые на неочевидные преступления, на нераскрытые преступления практически на все выезжают, оказывают помощь. И эксперты отдела криминалистики тоже в этом участвуют активно. И, как я полагаю, любое преступление, оно оставляет следы, и при правильном производстве осмотра места происшествия эти следы всегда можно обнаружить, изъять, сохранить и в последующем использовать для раскрытия того или иного преступления. Какие бы советы практические вы дали телезрителям, которые могут оказаться в беде? Потому что чаще всего мы сами провоцируем и ведем себя неправильно. Как правило, большинство преступлений тяжких, особо тяжких, таких как убийство, изнасилование, они происходят на почве каких-то межличностных неприязненных отношений, которые возникают спонтанно, в процессе распития спиртного в той или иной компании. Поэтому в качестве совета выбирайте знакомых, быть избирательным в подборе друзей и товарищей. И самим как бы вести себя подобающим образом, чтобы не оказаться в какой-то неприятной истории. У вас пятилетие, поэтому хотелось, чтобы вы что-то сказали и вашим сотрудникам, которые, возможно, эту программу не посмотрят, потому что будут заниматься служебными обязанностями. Наших сотрудников я бы хотел поздравить с этой датой. Пятилетний срок, он может быть не такой большой, но если вспомнить, с чего начиналась работа Следственного комитета, все те трудности, которые были преодолены на протяжении этого периода, они позволяют надеяться на лучшее, на то, что с каждым годом нам будет работать все проще и интереснее. И это заметно и по результатам нашей работы, я думаю, по тем громким делам, которые люди, жители Рязани и Рязанской области слышат об этом, благодаря освещению в средствах массовой информации. И пожелайте успешной и плодотворной работы в будущем. Спасибо за встречу. Сотрудники телекомпании «Город» присоединяются ко всем прозвучавшим поздравлениям. Мы поздравляем всех следователей, с которыми сотрудничаем. Это была программа «Подробности». До новых встреч в эфире.